Классный бинокль с линзой БК-4 с Алиэкспресс. Привет с вами Легит и хорошее вам настроение. Ребятки, на моем канале уже есть обзоры про всевозможные разные зрительные трубы, монокуляры, и вот мы наконец-таки добрались до бинокля. Причем от уже проверенного завода SV Bonny, мне нравится их соотношение цены и качества, что-то подобное в магазине, но во всяком случае среди зрительных труб и монокуляров стоило бы значительно дороже, чем это можно приобрести на Алиэкспрессе от данного бренда. Взял бинокль с оптикой 10х42, вот в такой вот коробочке поставляется. Давайте как раз посмотрим, что там входит в комплектацию, протестирую его какое-то время и поделюсь своим мнением, что он из себя представляет. Поехали. Поставляется вот в такой вот бюджетной картонной коробке, где название логотипа и название модели, а также сбоку вид выбранной оптики. Комплектация, как у всей продукции SV Bonny, достаточно богатая. Инструкция, правда, пока отсутствует русский язык, при этом она схематичная, логичная и понятная, да и сам девайс сам себе простой. К сумке и чехол идет вот такой вот ремешок, который позволяет носить ее, ну, к примеру, на плече. Естественно, длина ремешка регулируется. Что касается сумки, друзья, она вот прям классная. Пошита ровненько, липучка, надежная сверху, еще дополнительный кармашек, сеточка. Правда, не знаю, что туда помещать, разве что приметы для ухода за линзами. Которые, кстати, здесь также есть в комплектации, как вот такая вот достаточно хорошая, кстати, качество микрофибра. И еще один ремешок непосредственно для самого бинокля, для того, чтобы можно его было носить на шее. Ну и сам бинокль пока что в упаковке. Друзья, выглядит, конечно, очень круто. Вес 683 грамма. Класс пыли, влагозащиты IPX7, то есть они не боятся дождя. Корпус выполнен из авиационного алюминия, покрытый вот таким вот прорезиненным слоем. Такое, знаете, не скользящее софт-тач покрытие, которое комфортно и приятно держать в руках. Здорово, что защитные колпачки объектива отдельно друг от друга и их не обязательно снимать. Потому что съемные очень часто теряются и часто много времени уходят на их поиск. Ну и такие обычные резиновые, при желании, можно снять совсем. Спереди просветленные линзы вообще бинокль имеет. Группу линз объектива, группу линз окуляра, фокусный объектив и, конечно же, призму, которая в данном бинокле используется БК-4. Вот для наглядности бинокль в разрезе, чтобы линзы не потели, между ними закачивается азот. Ну а кто разбирается в оптике, знает, что призма БК-4, как правило, используется именно в профессиональной оптике. Именно у данной модели бинокля диаметр объектива 42 мм, диаметра окуляра 19,5 мм, которые, кстати, также защищены резиновыми накладками. При желании, чтобы их не потерять, также можно привязать маленькой веревочкой. Для мобильности наглазники складываются, при использовании просто вот так вот их достаете. На правом окуляре присутствует кольцо регулировки пролакса. Оно металлическое, ребристое и легко вращается. Ну а за регулировку фокусного расстояния и вообще настройку резкости отвечает вот это вот регулировочное кольцо, которое руководит по факту десятикратным увеличением. Что удобно, вы можете спокойно, держа бинокль в одной руке, управлять этим самым фокусным расстоянием. Угол свода двух сторон, естественно, меняется. Подстраивайте под свое расстояние глаз. Ну а когда складываете бинокль, делайте его, естественно, более мобильным. По бокам пористая поверхность для хорошего сцепления с руками. Также с обеих сторон отверстие для крепления ремешка. Ребятки, я скажу вам, что продемонстрировать и заснять, как в этом бинокле видно, достаточно сложно. Все же это бинокль, а не зрительная труба. И эффект здесь угла обзора, конечно, сильно-сильно отличается. Но вот настроить камеру и уловить это, чтобы как-то это передать, очень непросто. К примеру, вот этот дом находится на расстоянии 500 метров. Но, как я и говорил, продемонстрировать вам это на записи очень сложно. Потому что между окуляром и объективом камеры постоянно проскальзывает свет. Соответственно, на видео не такая чистая картинка, как в реальности. Ну и, конечно же, не такой огромный угол обзора. Ну а вот вам пример для понимания на максимально 10-кратном увеличении. Вот так вот видно дом, который находится в 500 метрах. Ну а вот плакат на расстоянии где-то 200 с небольшим метрах. Естественно, своим обычным зрением я бы не увидел, что на нем написано. Вообще, для понимания номер автомобиля можно рассмотреть где-то на расстоянии чуть больше, чем 200 метров. Когда вы смотрите в этот бинокль своими глазами, изображение, естественно, чистое. Угол обзора побольше, все в резкости. В общем, классный бинокль. Так что я приобретением доволен. Именно так себе его и представлял. Ну а кому нужен также хороший бюджетный бинокль. Качественно сделанный, с хорошей оптикой. Ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте товар проверенный. Продавец надежный. Так что смело рекомендую. Уверен, вам понравится. Ну а для меня будет лучшей благодарностью, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях и вот приятный комментарий. Замотивирует меня еще больше стараться для вас. Тебе, пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока. Субтитры сделал DimaTorzok